Чем мне нравится Ленинский район города Магнитогорск? Чем он мне нравится? Ну, тем, что здесь нету пробок. Раз. Чем он мне еще более всего нравится? Ну, тем, что я здесь живу два. Кроме всего прочего, я здесь показываю вам места, где вы можете свои машины восстановить. Это клуб Феникс Паша Базаров. И где я сейчас нахожусь? Я нахожусь на улице Суворова. Ну, скоро она тут и закончится. То есть прямо передо мной, грубо говоря, метров, наверное, 500 и уже будут железнодорожные рейсы нашего вокзала. То есть, ну, понятно, куда мы приехали. Справа Джазмол, а вот слева, слева находится фирма под названием Реставратор. Я очень люблю свои машины, но иногда в них въезжают. Это, поверьте, правило. Но мне делают машину быстро и качественно. Я готов с вами поделиться. Потому что я проверяю, а вы делаете. По моему качеству, если что. Как бы то ни было, но это новая контора. В смысле, она не новая, но впервые представленная в автостопе. Где эта контора находится? Вид сверху на Ленинский район. Перекресток Суворова и Пугачева. Для тех, кто не доезжает, вот вам компьютерная графика. Ну, чтобы вы поняли. Все знают, где находится Джазмол. Может быть, вы не из Магнитогорска? Тогда смотрите. Чуть левее, если смотреть на север. Так вот, на этом перекрестке Суворова и Пугачева вам нужно повернуть налево. И будет вам качество. Теперь вопрос другой. Я понятия не имею, на скольких машинах я проехался. Работа у меня такая. Не каждый может. Теперь другой вариант. Не каждый понимает количество автомобилей вот у таких человеков. Очень много. Много. И делают-то здорово. Понятно, что все новинки прошли через них. Все. Но ведь реставратор реставрирует не только новинки, но и вышкаленные временем авто. Причем делают это качественно. Но наша суть событий другая. Показать вам, из чего делается ваше корыто. Уж простите меня. Давайте все-таки определимся. Вот машина, которая была побита, да? У вас в руках банка. Обыкновенная железная банка, да? Да. То же самое, что консервная банка, что металлоавтомобили. У них единственное свойство – это 0,8-0,7 толщина металла. Консервная банка, да? И это то же самое, по сути? Да. По сути, то же самое, что и консервная банка. Ну, чуть-чуть может у автомобиля на 0,1,1 толщина металла чуть толще. Давайте определимся, вы сможете аппаратно поправить? Ну, примерно. Да. Без проблем. Она также все упрямляет, выгибает. И та же консервная банка, по сути, есть, да? Да. Все то же самое. Я просто людям объясняю ситуацию, да? Что такое автомобиль? Ребятки, это, по сути, консервная банка. Она, конечно, красивая и навороченная, но вы же должны понять, да? Ее также прессуют. Я просто как специалист. Ну, извините, все-таки высшее образование-то у меня есть. Я знаю, что все это дело обрабатывается давлением. Но не нагревается. Это просто обыкновенный пресс. Прессом выдавили, давление сделали и все. Теперь вопрос. Можно ли из вот этого собрать то же самое? Да, можно. Также все выпрямляется, отстукивается. А в оконцовке шпаклюется и грунтуется. То есть особых проблем не существует никаких? Не существует никаких. По реставрации пускать можно любые детали. Даже те, которые ремонту, восстановлению не подлежат. Это вы все делаете? Да. Все ремонтируется. Мне возникает вопрос замечательный, да? Понятное дело, что из того, что здесь есть, все это вытягивается, то же самое делается. Насчет грунтовки. Грунтовки они хороши, да? Но иногда такое случается, что у человека грунтовка через год уже лопнула. Ну, в зависимости от качества материала. Есть дешевые материалы, есть дорогие материалы. Вы чем пользуетесь? Мы пользуемся дорогими качественными материалами. Те, у которых гарантия минимум 10 лет. Это уже проверено, испытано. И как бы по сей день ходят машины по реставрации 10-9 лет. Ого, а это вообще даже интересно, да? Супер, 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 супер. А затем их красить, естественно? Да. Теперь возникает вопрос, да? Потому что я прекрасно понимаю, что очень крутые машины, они, естественно, только в автомобильных салонах. Ну, типа, да, крутые, типа, да. А теперь я просто людям объясню, что и в автомобильных салонах 30% автомобилей перекрашенные. Не знали? Вот вам это знание. Почему такое случается? Потому что неправильно везут. Да. Транспортировка. Во время транспортировки, выгрузки автомобиля, все равно какие-то где-то задели, где-то ударили, где-то помяли. Где-то камень отскочил. В любом случае это уже все красится, перекрашивается, делается. Как не переплатить? Потому что я прекрасно понимаю, что есть такие дилерский центры. Дилерский. Все, а дурномору. Заплатишь директору, заплатишь бухгалтеру, заплатишь экономисту, заплатишь... Кто этим делом занимается, да, там? Я что-то не въезжаю. Мне проще заплатить, кто ему... Я бы заплатил деньги тому, кто это делает. Логично? Ну да, да. Ну, дилерские центры, дело в том, что не по всем карманам. По нынче сейчас в городе кризиса, денег практически у людей нет. И все стараются делать как можно дешевле. Как можно дешевле и можно качественнее. В дилерских центрах у людей денег просто не хватает на дилерские центры. А так как у нас мастерская не дилерский центр, но хорошая, качественная мастерская, мы как бы работаем с клиентами по доступным ему ценам. Вот, допустим, в дилерской центре, допустим, стоит покраска капота, пускай 10 тысяч, у нас это будет стоить 5 тысяч. В половину мы уже дешевле делаем. И как бы людям удобно пользоваться этим. Давайте определимся, где это, да? То есть я вот людям уже показал на компьютерной графике, да и так продемонстрировал, да? То есть если я иду к джазмолу, то джазмолу получается налево, если со стороны вокзала. А сюда получается направо? Со стороны вокзала направо. Пугачева 6. Пугачева 6, да? Если мы возвращаемся, получается, и по Суворово смотрим, то все немножко наоборот. Ровно наоборот, да? То есть получается налево поворачиваете? Да, налево поворачиваете, по Пугачево, чуть дальше медицинского центра. А телефончик-то у вас есть? Да. Какой? 8-952-522-8916. И на рекламе СТО-реставратор. Тоже телефон офисный. Умом вот это не понять. Но почему-то то, что можно сделать руками, стоит дороже недельной свистопляски. И это непонятно. У нас все как-то сложно. Мы не понимаем, что ли, качество работы. Конечно, много сервисов. Но каких? Оптимальный выбор и только для вас. Вы делаете машины, мы смотрим и показываем, где работать нужно. Но возникает вопрос. Вы реально думаете, что так легко и просто собрать видео? Ну попробуйте. А я попробую с тем же качеством собрать автомобиль. Сделай, уж поверьте мне. Я уж не лох, это точно. Но вот у вас то, что я делаю, не получится. Давайте понимать правила. Вы делаете, а мы показываем. И нам показали качество работы. И вот вам такой результат. Но сегодня вы должны всем сказать, где дешевле и где качественнее. И где цена хорошая. Самое отличное, качественное и быстро сделали. На Пугачево 6. Приезжайте, все всегда вас ждут. Быстро и в короткие сроки. И вы сейчас поедете домой. Да. А где машина у нас? Ну где, что случилось с машиной-то? Вот, отремонтировали, покрасили полностью. Капот, бампер, фары. По замену было все. Покрасили, отремонтировали. В короткие сроки все готово. Вообще? И дешево. И дешево очень. Очень рад этому. Вы, конечно, начали понимать, что машины как ломаются, так и восстанавливаются. Вот только где. Опять та же компьютерная графика. Района вокзала. От улицы Уральской. Советскую и московскую знают все. Меньше народа знают вокзальную и Суворова. Вот теперь, в принципе, понятно, как доехать до Джазмола. Но если вы не понимаете, есть YouTube. Челейкин, реставратор и хоть с десятого раза поймете. И тут налево. И здесь делается ваш коцаный автомобиль. Реально делается и круто. Чем хороша эта тема? Тем, что я свою машину восстанавливаю. И вообще, я бы вам 250 раз объяснил, товарищи. Если вы можете восстанавливать мою машину, вы это и делаете. По одной простой причине. Ну, как вы прекрасно понимаете, я являюсь коллекционером автомобилей. Извините, подвиньтесь, но... Ну, такова суть. То есть у меня есть несколько самых замечательных коллекций. Первая коллекция – это мой сын. Вторая коллекция – это мои самолеты. Ну, и третья коллекция – это мои автомобили. Ну, они где-то примерно абсолютно одинаковые. То есть автомобиль и самолеты. Ну, как вы прекрасно понимаете, самолетами я сам занимаюсь. То есть я авиамоделист. Теперь другой вариант про машины. Я могу так же их красить. Могу, если я авиамоделист. Почему бы и нет. Но вот в этой ситуации вы можете помочь. И показать, что вы делаете моей машиной. А надо всем и честно сказать, что мои машины в идеальнейшем техническом состоянии. Если какая-нибудь козявочка что-то мне скажет, я скажу, козявочка, ну-ка, приди сюда и скажи мне. Возьми свое или свой автомобиль. И мы просто дело сравним. Если у тебя будет что-то круче, ну, мы еще посмотрим. А если нет? А если нет? Вот так оно и бывает. Теперь, где эти машины восстанавливают? Ну, у Паши Базарова, естественно. Кроме всего, клуб под названием «Восстановление автомобиля». Реставратор. Она находится вот, видите, вот эту фигнюшечку большую, да? Где эта фигнюшечка располагается? Она правильно располагается с редочком Зазболом. Вот видите, Зазбол, да? Почему я оттуда пришел? Потому что буквально 300 метров налево, если вы едете в сторону вокзала, или 300 метров направо, если вы едете в сторону новых кварталов. Приезжайте и восстанавливайте свои автомобили. Причем делайте качественно. Как я всем говорю, если вы делаете качественно, если я ставлю отметку, и вам ставлю отметку 5 баллов, то я имею право вас показать, что я и делаю.